Добрый вечер. Я Алексей Чергеев. В эфире 22 выпуск программы «Гербы городов России». Она выходит по выходным. Наш город сегодня – это город Ивантеевка. Село Ивантеевка образовалось от слияния двух деревень Копнина Ивантеева, впервые упоминаемых в писцовых книгах XVI века. В 1743 году купец. Евриинов вновь возродил бумажное дело. На его фабрике работало 130 человек. Несмотря на частую смену владельцев, фабрика росла, и скоро на ней занято было 300 рабочих. Однако к середине XIX века дела пошли плохо, и очередной владелец, купец Щекин, решил покончить с бумагой для письма и выстроил на месте прежнюю бумагопредельную фабрику, вырабатывавшую белое полотно. Просуществовала новая фабрика 13 лет, в 1866 году она сгорела. К этому времени деревни слились в одно большое село Ивантеевка. Село не имело пахотной земли. Щекин продал пепелище, и новый владелец начал здесь суконное производство на суду, которое не сумел возвратить. Фабрика перешла к торговому дому купца Лыжина. К началу 1880-х г.г. На ней работали каждые 4 из 5 трудоспособных крестьян село. Новый пожар остановил производство на целое десятилетие. Однако к этому времени в Ивантеевке уже была построена вторая фабрика. После февральской революции судьба Ивантеевки сходна с судьбами многих рабочих поселков Подмосковья. Создаются рабочие комитеты, фабричный контроль, военно-революционный комитет, советы, проводится национализация предприятий. Затем следовала остановка предприятий, вызванной разрухой гражданской войны и, наконец, восстановление производства. Особенность Ивантеевки в том, что фабрика Лыжина не останавливалась, а лишь сокращала производство. В 1928 году в Ивантеевке было уже около 5000 жителей, а в 1939 году точкой свыше 22 тысячи. Появилось и новое предприятие, в 1931 году вошла в строй хлопкопредельная фабрика. Однако при этом возник острый жилищный кризис, началось срочное строительство фабричных бараков. В годы Великой Отечественной войны предприятия Ивантеевки были эвакуированы, а по возвращении началась их коренная реконструкция. Создаются и новые, литейно-механический, опытный завод научно-исследовательского института строительно-дорожных машин, специальной технологической оснастки и другие. Но известный Ивантеевка более всего своим лесопитомником, заложенным еще в 1934 году в нем выращивался посадочный материал для укрепления берегов канала имени Москвы. Затем на его основе возник дендрологический сад, занимающий более трех садга. Во многих местах нашей страны, да и в разных странах мира можно встретить Ивантеевские пирамидальные тополя и голубые ели. Герб города Щит пересеченный. В верхнем червленом поле в серебряном одеянии и золотой привалоке скачущей на серебряном коне Георгий Победоносец поражает копьем дракона. В нижнем серебряном поле левая лазуревая волнистая перевязь, обремененная золотым колесом. Вам понравилось наше видео? Ставьте лайки, подписывайтесь на наш канал.